Эти классы пустуют уже несколько дней. 500 учеников средней образовательной школы в селе Зональное перешли на дистанционный формат обучения. И причина отсутствия части кровли. Порывы сильного ветра сдули ее с учебного учреждения. К счастью, инцидент произошел в ночное время и никто из учеников и учителей не пострадал. Руководство школы довело до родительского комитета. Дальше информация пошла о том, что поступила необходимость все-таки уйти на дистант с 23 по 24 ввиду безопасности наших детей. Очень бы хотелось, чтобы все вернулось на свои места, очное обучение, чтобы оно проходило в безопасности. Надеемся, что благодаря приезду к нам высокопоставленных чиновников процесс будет еще более быстрым. Хорошо ли крыша была закреплена, когда ее полностью восстановят и ученики вернутся к прежнему режиму обучения? Эти вопросы ответственным лицам сегодня лично задавал заместитель прокурора России Дмитрий Демешин. Удару стихи подверглось огромное количество учреждений образования. И, собственно, эта школа сейчас на дистанции, я так понимаю, да? От 30-го числа у вас просто. И прокурат следит, конечно, от этого курса. Надо посмотреть, есть ли огромное количество учреждений социально значимых. У нас дестабилизированы свои функции, значит, есть проблема системного характера. Ее надо нормативно урегулировать. Можно посмотреть, чтобы не скаплялся конденсат. Может быть, действительно, обрешетку по-другому делать. Также заместитель прокурора России поднялся на саму крышу, проверил, не прогнили ли гвозди и насколько хорошо закреплены балки. По сути, подставил 10 вот этих подборок, которых не было. Ну вот вам получается, что обрешетка лежала просто под своей тяжестью. И поэтому сильный порыв ветра ее просто взял и сорвал. Чтобы впредь не срывало, подрядчик должен тщательно продумать конструкцию и в течение 10 дней полностью восстановить кровлю в школе в селе Зональном и вернуть учеников к прежнему режиму обучения. Олеся Бедарева, Илья Питков. Будни.